Девушки отдыхают И то, что мы пришли сюда, это лишь свидетельство того, что его дух, его идеи живут, живут в нас, в наших делах, эти дела продолжаются и будут продолжаться, и он будет оставаться с нами. Вот это, собственно, все, что я хотел сказать. Это действительно та энергия, которую Александр Владимирович раздавал всем, раздавал ее бесплатно, по-коммунистически. Как он, собственно, к делу чего он служил, жил. Эта энергия была просто неиссякаемой. Он реально дарил ее, дарил ее всем, кто к нему прикасался, кто с ним работал, кто с ним дружил, жил. Он был человек, который дал какую-то надежду на то, что будет мир чуть более справедливым, светлым, свободным. Спасибо большое. Своим примером и тем импульсом, который он щедро делился и который во всех, кто с ним взаимодействовал, есть отныне и навсегда. Пример, личный пример, что нужно делать, как действиями осуществлять вот эти улучшения и преобразования. Мы будем продавать. Александр Владимирович всегда учил нас, что мы живем в мире кривых зеркал, в современном мире. Это мир, в котором кажется то, что есть на самом деле. И он учил нас видеть истинные формы в системе, четко, совершенно. И вот благодаря ему этот мир стал намного более понятным. И самое главное, при этом он учил не только правильно видеть мир, но и его изменять. Даже не знаю, нет слов. До сих пор неважно поверить. Потому что человек из категории тех, которые кажутся вечными, он никогда не отдыхал. У него всегда было чем заняться, что делать. Он был огромным энтузиастом науки. Он был аскетом науки и по жизни. И при этом он колоссально любил жизнь. Вокруг него всегда кипнуло жизнь. Всегда были люди. Всегда были его коллеги. Потому что он всегда делал большое дело. Вокруг этого большого дела собирались те, кто ему верил. Те, кто были его учениками. И те, кто очень хочется надеяться и в это хочется верить, что есть кому продолжать дело Александра Владимировича. Нужно сказать, что этот человек потрясающе был верен самому себе. Сколько за истекшее время людей десять раз перевернулись через голову. Но остались люди, которые всю жизнь следовали своему призванию. Это призванные люди. Которые всегда шли навстречу своей звезде. Сегодня утром пересматривала фотографии. У нас огромная архив фотографии. Начиная с 2000-х годов. Очень много было разных мероприятий. И просто вот искала фотографии. А где вообще Александр Владимирович грустный? Или такой серьезный? Даже там, где он серьезный, он все равно такой светлый. Он такой... Даже он серьезный, но от него идет такая энергия позитивная. И самое главное, все вокруг люди. Где он один, фотографий очень мало. Он всегда в кругу своих друзей, своих товарищей, своих соратников. Вы знаете, я вот шла, думаю, сейчас приду, начнутся слезы. А нет, знаете, настолько зарядилась вот этим позитивом, вот той жизненной энергии. И всегда вспомнила, и везде у нас на разных мероприятиях, и на этих же фотографиях были несколько лозунгов. И Александр Владимирович их пронес через всю жизнь. Альтернатива есть, и другой мир возможен. И я думаю, что эти лозунги, они и наши лозунги. Они были наши лозунги, они будут нашими лозунгами. И мы будем жить, приближая, как всегда говорим Александр Владимирович. Я с Александром Владимировичем был знаком, к сожалению, крайне недолго. Он всего лишь несколько раз проводил у меня пары. Но, тем не менее, несмотря на этот краткий срок, наверное, ни один другой преподаватель не произвел на меня столько впечатлений, как Александр Владимирович. И, наверное, никто из преподавателей не оказал столько влияния на формирование моего мировоззрения. За что, конечно, я буду благодарен Александру Владимировичу, наверное, до конца своей жизни. И всегда буду его вспоминать с теплом и с чувством огромной благодарности. Александр Владимирович осветил нам путь. Единственное правильное, единственное верное, в том самом правильном направлении. И у Пастернака есть строки «Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять». И вот это обязательно будет. И именно по живому следу. Голосно, что Александр Владимирович ушел. Замечательно, что он был, и что мы его знали, что мы с ним работали, что мы у него учились. Дай Бог, чтобы память об этом человеке осталась не только у нас, но и в будущих поколениях. Спи спокойно. Александр Владимирович, конечно, объединял полоникальным человеком, он менял огромное количество очень разных людей. Людей с разными привычками, разными взглядами, ну, конечно, в пределах левого спектра, ну, от анархистов до очень уверенных левых либералов. Вот, людей с разным социальным статусом, разного рода занятий, разного темперамента и так далее. Вот, в общем, каждого такого человека, вот, к нему каждому находил подход и умел его вот вовлечь в какую-то вот такую широкую деятельность. И очень часто эти люди, в общем-то, плохо и много знали. И вот сейчас, ну, вот я не всех знаю даже в лицо из тех, кто здесь собрался, а ведь таких людей, на самом деле, сотни, может быть, даже и тысячи. И не все во мне сюда приехали, потому что они живут, на самом деле, по всему миру. Вот. Мне кажется, что вот даже не объективное необходимость левых к объединению, а вот просто вот элементарная такая всем понятная человеческая тоска, которая вот оборевает каждого из нас. Это понятно, это, естественно, от этого никуда не деться. Это не человек ушел, это мироздание рухнуло. Вот я лично вот такое вот ощущаю второй раз в жизни, вот, когда уходит человек по значимости, такой, как Бузгалин. Вот. Мне кажется, что вот эта вот тоска, вот, она сыграет свою положительную роль. Она просто будет вот нас всех, вот не только кто собрался, а всех, кто так или иначе был с Бузгалином, с деятельностью Бузгалином связан, она будет объединять, она будет вот просто нас тянуть, потому что вот надо найти какой-то выход из этой тоски, надо найти какой-то путь. Действительно, огромное количество людей, благодаря ему, не утратили веру в идеи, которые пытались, так сказать, растоптать и выкинуть за борт нашей общественной жизни, которые благодаря ему находили вот эту идейную опору в существовании своей деятельности в учебе, в работе, в научной деятельности. Его имя хорошо знают и в Германии, и в Англии, и в Великобритании, во Франции, ну, я уже не говорю о Китае, но и во многих, во многих странах. И он стал как бы тоже символом того, что вот люди, приверженные левым убеждением марксистской идеологии, что они в России не сдались, что они продолжают, в общем-то, дело предшествующих поколений. И в этом его, можно сказать, даже историческое заслуга, понимаете. Наше знакомство как бы началось с 90-х годов, а проба как бы на кровь вот в 93-м году вот у Белого дома. И это как бы вот означало, что люди могут друг другу доверять. И я всегда относилась к нему как к человеку, которому я абсолютно доверяю, исключительно порядочному. Вот. И была рада, если в чем-то, так сказать, мы что-то делали вместе. Вот. Но самое главное, вот его историческое заслуга, это действительно, что вот он стал символом нашего отечественного левого как бы фланга. Это незабываемо, и это останется, как бы дальше не развивались события. Вот обычному человеку в конце 90-х, начале нулевых, который, ну, не видит, как бы не знает, казалось, что альтернативы нет. А вот то, что была такая точка сохранения огня после 91-го, 93-го года, 96-го, как там в нулевые годы, которую Александр Владимирович, вся его семья и близкие, и большая семья научная, и затем уже ученики пронесли, и потом уже в 10-е годы эта точка сумела разжечься и дать большой костер, и сейчас множество-множество людей стали марксистами. Вот это, наверное, самое большое и самое, самое, как сказать, то, ну, фундамент, мне кажется, именно благодаря Александру Владимировичу в первую очередь, в нашей стране марксизма заложен настолько глубокий, что не удалось сломать. В 10-е годы, когда пришло новое поколение левых, совсем молодых, именно благодаря его спецкурсу по капиталу, именно благодаря его межрокультетским курсам, многие люди, которые думали, что марксизм устарел, и нужно идти либо совсем в какие-то модные теории, либо вообще не думать, а просто прыгать, как говорится, в плохом смысле слова, они задумывались, просто на моих глазах это было, они ходили, они думали, они развивали это все, и сегодня многие из них стали уже аспирантами, кандидатами наук, многие из них возглавливали политические организации, и если бы не это, их бы просто не было нигде, я просто знаю лично людей, я их лично приводил в МГУ в 2014 году, и дальше старался, и всегда, и то же самое они публиковались в сборниках, я сам, Галя Александру Владимировичу, без всяких званий, просто ему понравилось то, что я писал, он помог опубликовать, я ему за это тоже благодарен, и в этом смысле приводился его демократизм, когда с людьми, которые без чинов, без, как говорится, званий могли на равных выступать на всех конференциях, и объединение людей, которые мыслят, а значит существуют, и которые при этом являются субъектами, а не просто обывателями и потребителями, потому что Александр Владимирович это требовал, моральный категорический императив, в хорошем смысле слова, не это с диалектикой, требовал от человека это соединять, и не просто быть книжным червем, а с другой стороны просто бегать, вот этого, наверное, в России, в современном мире почти нету, и если вот это суметь сохранить, наверное, это будет самая, самая большая, самая большая услуга, которую мы окажем Александру Владимировичу. Вообще мир, измени и понять, можно только изменяя его, действительно так. Фик ты, да, когда ты говорил, что каков человек, такова его философия, каков человек, каков его дела, такова его мысль. Вот, я хочу сказать, что живая мысль, дела, и главное, жизнелюбие Александра Владимировича всегда будут с нами и у нас. Спасибо. Вы понимаете, вот не знаю, как сказать, но он светился, даже когда было неприятности, вот было видно, что человек, который не только светится, но и заряжает окружающих. Александр Владимирович был потрясающе работоспособным человеком, энергичным, человеком исторического оптимизма. Он просто-напросто, вот я видел сколько раз упадок духа, еще что-то, но он просто заряжал окружающих, в том числе, честно говоря, и меня. И большое спасибо Александру Владимировичу, я верю, что его дело продолжится. Спасибо, Александру Владимировичу. Александр Владимирович прожил очень яркую жизнь в очень непростые времена. И за время своей яркой жизни он смог, наверное, если можно выразиться, стать тем гигантом, на плечах которого стоят другие будущие и нынешние гиганты. И я хотел бы, наверное, пожелать всем нам, вот не уронить планку, которую Александр Владимирович смог вознести настолько высоко. Ну, мне хотелось бы, во-первых, пожелать тем, кто будет продолжать, а продолжать нужно, потому что иначе это было бы неправильно. Удачи, успехов, и все время вспоминать Сашу, потому что вот я, наверное, самая старая здесь всего подруга, но не считая, конечно, близких. Вот в декабре будет 42 года, как мы знакомы, и на моей памяти много было у него и врагов, и проблем, и тревог, и он всегда выходил, он всегда держался, вот всегда держался. Вот в последний раз так не получилось. Ну, светлая память. Александр Владимирович Бизгарин известен во всем мире, и он друг китайских товарищей, и он за всю жизнь боролся за справедливость и справедливый мир и истину. И его теория очень драгоценна. Я буду из-за всей силы переводить его характерное произведение, и чтобы его теория все шире и шире распространялась и в Китае. Огромное спасибо. Александр Владимирович Бизгарин, мой научный руководитель. Мы только в сентябре познакомились. Я очень помню, что когда мы первый раз встретились на философическом факультете, он приглашал меня участвовать в международной конференции в городе Санкт-Петербурге в апреля в будущем году. Очень жаре. Он известен в Китае в области российской философии и марксизма. Многие китайские ученые изучают его теорию и его стадии и книги. Я думаю, что он живет в нашем сердце навсегда. От всей души, про которую профессора Бузгарин, за большую помощь. Спасибо. Спасибо. Первый раз с Александром Владимировичем я встретилась как студентка. Он замещал Евгения Семеновича Городецкого, нашего профессора, и первый раз читал лекцию. И он читал ее блестяще. И вот с тех пор самое лучшее впечатление от Александра Владимировича сохраняется в сердце. И можно сказать словами батюшка, память сердца. Вот что остается для нас, для всех. Он был сердечным человеком, и мы будем его помнить, я думаю, пока мы живы. Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, Александр Владимирович Бузгарин, он научный руководитель в моей бакалавриаре. Я очень благодарен, что ему научен в моей бакалавриаре. Он не как обычный профессор, и он основной дала мне, и учил мне основные медали для изучения. Поэтому, что я очень благодарен им помощи, не только что в занятиях, а еще в моей политике. Очень благодарен им. Спасибо. Александр Владимирович сокращал социальные дистанции, в то время, когда навязывались корпоративные, государственные, всяческие обывательские стандарты, сдерживавшие людей. И он вместе с тем был непреклонен и защищал подлинные идеалы добра, красоты, справедливости. И был, как сейчас говорят, визионером. Это такое приевшееся понятие. Или просто человеком, который понимал, что будущее за теми идеалами, которые мы все понимаем, справедливости, достоинства человеческого взаимодействия на равных. И я думаю, мы будем помнить и будем бороться и стараться, чтобы эти идеалы воплотились в жизнь. Спасибо большое Александру Владимировичу. Будем вас помнить и будем бороться. Спасибо. Спасибо.